История России последних 80 лет это история дивизии. Наверное нет такой войны, в которой за эти годы не принимали участие солдаты и офицеры. И в Советском Союзе, и в нынешней России. Для службы здесь отбирают только лучших призывников. Иван Цветков был призван для прохождения срочной воинской службы в 1940 году. Он хотел служить в Кремлевском полку, но не прошел по росту и был направлен в дивизию. Скоро началась война. Была и оборона Москвы, и снятие блокады Ленинграда. Всю войну Иван Цветков прошел в составе артиллерийского новгородского полка. Первым для него стал парад 1941 года, а в 1945 он принимал участие в параде победы на Красной площади. По окончанию войны мечта сбылась. Цветков назначен заместителем командира парадного батальона 1-го полка, расквартированного в то время в Лефортово. Позже, чтобы бой барабанов не мешал послевоенному быту окрестных домов, батальон перевели в расположение 2-го полка. Здесь у нас были бараки. Все одинаковые. Все. Вот стоит центральная линейка, которая у нас была, и все направо, и налево центральной линейки. Были бараки. А в дальнейшем вот так начали строить, строить, застраивать, застраивать, застраивать. В послевоенное время здесь очень много начали строить. Вот первый казарм, артиллерийский полк построил. Красная такая была казарма. Сами солдаты все строили. Сами возили, сами кирпич заготовляли, сами все сами делали. Вот. Потом начали строить другие казармы. А вообще-то здесь было только 11 кирпичное помещение. Это колонча пожарная. Всего Цветков подготовил 22 парада. Последним в его воинской карьере был майский парад 1966 года. С тех пор и в стране, и в дивизии многое изменилось. Теперь ветераны не сразу узнают казармы, в которых когда-то служили. Теперь уже новое поколение участников парадов проводит для ветеранов экскурсию по расположению батальона. И с гордостью рассказывает о том, как служат солдаты, прославленные Держинки в 21 веке. Командир 1-го отделения, младший сержант Исаков, получил свою первую награду за участие в майском параде 2004 года. До армии. Василий Исаков рос в сибирской деревне. Говорит, что с детства мечтал служить в ВДВ или спецназе, но попав в дивизию, в службе не разочаровался. Помимо участия в парадах, приобрел специальность снайпера, хотя обращаться с оружием умел с детства. В 16 лет вместе с отчимом на медведя шатуна ходил охотиться. Через полтора года службы начал серьезно задумываться о том, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с армией и с уже ставшей родной дивизией. Когда наши идут, знали, вот я ничего дома, мне ничего, хоть пожар, хоть что, я к телевизору и служу, как наши двородейцы идут, наша родная дивизия. И мы всегда, вот не знаю, как сейчас ребята, но все время первое место занимали. Сейчас оба, солдат 40-х и Дзержини с начала третьего тысячелетия, готовятся к юбилейному параду. Младший сержант Исаков через 60 дней второй раз пройдет чеканья шаг по кремлевской брусчатке. А Иван Цветков уже в 24-й раз отдаст воинское приветствие главнокомандующему. На этот раз проезжая в кузове восстановленного фронтового грузовика. Кеннадий Ахмедов, Алексей Торшков. Для программы «День».